В рамках 19-й конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», которая состоялась 20 ноября в Одинцове, обсуждались итоги уходящего года, а также планы на 2015-й. Кроме того, был рассмотрен вопрос об обновлении состава регионального полицовета областного отделения партии и выбран новый секретарь. В регионе сегодня открыто 71 отделение партии «Единая Россия». В рядах партии состоят почти 70 тысяч человек. Во многом ее авторитет растет за счет реализации социальных программ и проектов для жителей области, отметил губернатор, открывший конференцию. Сегодня, в 2014 году, в завершении 2014 года, доверие нашей организации высоко, и наша задача его поддерживать за конкретными поступками на границу. По словам Андрея Воробьева, члены партии проделали большую работу в текущем году. Впереди новые цели. Среди основных подготовка к предстоящим выборам 2015 года и большим федеральным выборам в 2016 году. Глава региона подчеркнул, что только слаженная работа местных первичных отделений может обеспечить результат. Очень важная вещь сегодня, которую можно было подчеркнуть, и просто этой мыслью сквозилось вот это мероприятие, чтобы достучаться, в первую очередь, до тех первичных организаций в составе местных полицоветов, в составе исполнительного комитета, и как на уровне региональном, так и на местном уровне, для того, чтобы все-таки ту основу партии под названием «Первичные ячейки» все-таки возродить, для того, чтобы там были действительно те люди, которые хотят работать на благо того места, где они проживают. В ходе конференции шла речь о реализации партийных проектов на территории области. Один из них – программа «Детские сады детям». До конца этого года в области будут открыты 110 новых дошкольных учреждений. Из других активно развивающихся и важных проектов единороссов можно отметить строительство новых спортивных объектов, проекты по сельскому хозяйству, ЖКХ, организация детских секций. Об этом рассказал секретарь отделения «Единой России» Сергей Юдаков. В завершении своего доклада он обратился к однопартийцам с просьбой снять с него полномочия. После чего большинством голосов был выбран новый секретарь. Им стала депутат МОСО «Болдумы» Лидия Антонова, которая сообщила, что и в дальнейшем партия «Единой России» будет развивать молодежные проекты, связанные с семьей, воспитанием и патриотизмом. Кстати, на конференции свою деятельность представил областной оборонно-спортивный клуб «Ратник», основные направления деятельности которого – поиск павших в годы Великой Отечественной войны, подготовка молодых людей к службе в рядах вооруженных сил, воспитание патриотизма. Представительства клуба имеются в Ленинском, Шаховском, Егорьевском районах, Коломне. Мы сотрудничаем с организацией сторонники, с партией «Единой России». Пригласили нас здесь выставить нашу экспозицию поисковую, чтобы также люди во власти ознакомились, с чем мы занимаемся, и в дальнейшем оказывали содействие. Также в ходе конференции делегаты приняли решение о прекращении полномочий 13 членов Политсовета, так как в соответствии с уставом партии состав регионального Политсовета подлежит 10-процентной ротации один раз в год. Участники встречи проголосовали за новый список политического совета, в который вошли 19 человек, в том числе Сергей Юдаков, добровольно сложивший с себя полномочия секретаря регионального отделения партии. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.